доброе утро дорогие мои сегодня у нас 15 января вот эта дурочка бессмертная сестра за нее переживался ночью сова не забрал ее ночевала на улице богу сегодня уже давай спускайся вниз дурочка возьмет и вверх пойдет что не хочется лошадку почистил потому что метелило завтра утром у нас было это вчера утром у нас было чуть ли не по 30 градусов мороза сегодня у нас дорогих а у меня тут еще один оказывается остался сейчас минус 5 понимаете более 20 градусов долубят не убирая каждый божий день через пару дней я скорее всего их не яйца потому что у меня яйца видим агатистан туда поставил три штуки второй штуки подложим под ними и пусть уже сами высиживают теперь смотрим состояние да там вот состояние пищалок которые зима родились значит кто были слабые кто были слабые ушки и морозы тем самым зимой мы получаем исключительно здоровые пищалки значит но сегодня у нас где-то да я ролик вышел все правду про баки спокойных голубей ну то что аудитория которая смотрит мои ролики практически ну за лета да не будем исключение считать что периодически некоторые попадаются грамотные умные попробуем почитать комментарии под этим роликом что у нас дядя пишет что у нас дядя пишет и покажу еще это да как вот вот тут алексей пишет скоро побеждает побеждает тот кто громче кричит это кому-то надо мужики это будет здорово гагик значит ну а все таки скоро побеждает истина конечно если это истину хотят услышать рождается истина так значит вадим пишет солидников ну понятно что вадим это не азербайджанин я так понял по его комментарии это человек который или он или родители родились в Баку Гагик запомни бакинцы это отдельная нация в советские времена там жили многие нации и держали голубей конечно конечно что я и объяснял да что бакинский город голуби порода голубей бакинских голубей это получили голубятники из Баку я вам даже большего скажу 90-х годов когда это да там с Баку уезжали вы просто своим знакомым спросите того же дяди Миши там или как его там Артура про Артура тоже написали о Ваковых пишите там других спросите слушайте а вы когда оттуда уехали с Баку вы что с собой брали телевизор или голубей то есть люди когда бросили свои дома они ну помните были там погромы армянские да там армяне уехали в Баку жило очень много армян несколько сотен тысяч армян от 400 до 600 тысяч армян жило в Баку потому что эти ребята когда оттуда уехали дорогие мои голубятники в первую очередь забирали своих голубей понимаете не телевизоры не холодильники не то не другое а именно голубей почему да это любого у этих людей понимаете и в советское время на самом деле вот было такое да даже сами азербайджанцы коренные азербайджанцы которые родились и жили в Баку ну они категорически ненавидели да это тех ребят которые 70-80 гор как они говорили говорит Саулов спустились пришли ни культуры ни то ни другое да Баку это был культурный город понимаете Баку это был да это была столица Азербайджана но это был интеллигентный молодежный город вот скажем так да как вот сейчас вот есть коренные москвичи есть приезжие ну как относятся коренные москвичи к приезжим очень плохо понимаете то же самое все вот это было поэтому ну кое-где конечно он же правильно говорит да даже когда встречаются там двое русский трое четверо пятеро шестеро да там и вот по разным национальностям русский грек азербайджанец армянин грузин это да и когда за столом это да получается что они все бакинцы они уже забывают даже о своих национальных принадлежностях понимаете они уже не говорят что я грузин я армянин я русский да все они бакинцы в этом плане человек правильно говорит ну понимаете глупых людей есть каждой нации есть каждой нации да там ну нет себя без уродов не бывает очень часто от своих армян я слушаю ну точно так же как вот эти да там азербайджанца не было армении это кочевник это то это другое приехали все наши земли захватили сэнти там почему-то почему сэнти приехали армении непонятно а ну наверное где-то читали что там где-то да и да европейские корни да точно так же есть армяне которые говорят вот бакинской породы голубей нету в общем да ну как говорится да жопа есть а слова нету вот так же не бывает дорогие люди даже не понимают что значит порода голубей значит порода голубей дорогие мои она формируется по месту обитания если эти голубей если эти голубей вы тогда вывели на конец она называется линоканский если в казани это называется казанский если перемеет в этот пирме если в царицине это царицинский если в баку это бакинский понимаете в основном то есть такие породы допустим пакистанцы узбеки армянские породы иранские породы да там ну и есть разные породы которые именно николаевский милитопольские понимаете одесские то есть вот именно этот город ростовский там чилики каждый город может иметь и это заслуга этих голубятников которые жили в этих городах и создавали эту породу еще раз порода голубей формируется по месту обитания мне вот сколько привозили бакинских голубей дорогие мои они у меня толком здесь не летали в волгограде они не летают о том но не летают у нас нет таких подъемных ветров как баку других местах может они летают то есть вот есть вот такая песня в этом слове то есть опять же порода формируется то есть люди которые говорят что армяне которые говорят что нет таких голубей порода голубей бакинский ну это глупые люди это не умные люди они не понимают о истине о правде понимаете оставляют правду бегает за лошадью когда вот этих ребят задаешь вопрос слушай вот линоканская порода есть такая порода гряда кто его вывели ну как это же линоканцев вывели тебя западло сказать что это линоканская порода и держать эту нет ну как это же наши армянские голуби да там вот вот потом задаешь вопрос ты знаешь сколько людей жила в баку сколько армян жила баку сколько из них были голубятников сколько людей создавали эту породу бакинские голубей теперь что получается линоканские армяне-армяне, а бакинские армяне-это не армяне? Не, ну ты что говоришь? Ну, а почему тогда, если на Каннской порода голубей, а вот бакинских не должно быть? Элементарно, да, допустим. Возьмем это, да, задаешь другой вопрос. Вот Айвазовский, кто? Он армянин, художник, да. Но он же не в Армении рисовал. Ну, как это, понимаете? Люди от неграмотности, от неграмотности не знают, что делать, как себя вести. И вот этот блудняк весь начинается от глупости этих людей. Есть бакинская порода голубей? Конечно, есть. Это азербайджанская порода голубей? Да нет, конечно, это бакинская порода голубей. Создали его азербайджанцы, единицы, поучаствовали в этом деле. Не верите? После того, когда уехали армяне из Баку. Что стало с этой породой? В России, на Украине, там, в Белоруссии, в Молдове, в других местах вы найдете бакинские голубей. Бакинскую породу голубей вы найдете. Люди, которые вывозили с собой. Люди, которые, помните, когда там Герман снимал ролики, это, да, там, ни Боя, ни то, ни другое, Баку показывали. И из Молдавии человек показывал, по-моему, Гриша показывал бакинских голубей. То есть, человек показывал, он привозил этих голубей оттуда, держит по сей день. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, у правды, она только одна сторона. Десять сторон. У него нету. Нету. Правда, она одна. Как бы нам не хотелось. Понимаете? И вот люди, которые там, да, там говорят, я почему не это, да, не держу бакинских голубей? Они у меня не выживают. В Армении, где я родился, в Горисе, они там тоже не выживали. Эта птица там не выживает. Она не знает, что такое хищник. Она не знает, что такое пурга, что такое метель. Понимаете? Ну, эта птица не приспособлена. Это вот, скажем так, да, вот негра возьмем, привезем в Сибирь. Ну, как он себя будет чувствовать? Хреново. А Сибиряка в Африку отвезем? Как он себя будет чувствовать? Тоже хреново. Ну, теперь вопрос. Сибиряки плохие? Нет. А негра плохие? Нет. Условия другие, разные. У каждого, вот как у каждого народа, там, свои условия, да, точно так же и у этих. У птицы, дорогие мои. Теперь сейчас посмотрим еще. Вот это видео. Вся правда бакинских голубей. Теперь смотрим комментарии, да, вот смотрите. 13 классов. Спасибо, все правильно сказано. армяне, несмотря на многие войны, сохранили не только свои традиции, но и самобытность, культуру, религию и язык. в течение веков, они передавали все то, что называется национальной ценности, да, достояние. Вот то, что делаете вы сейчас. Спасибо большое. Это кто написал? Сейчас посмотрим, чтобы не сказали, что Армянин написал. А мы не знаем, кто такой. И вот смотрите, по всем этим комментариям, видите, все правильно говоришь, 14 классов дают, 15 классов дают, поставили людей. Ну, там вместе взаимные виртуарии. Тоже видите? То есть люди, в общем, люди умеют черные от белого отличаются. И мокрые от сухого, дорогие мои. Поэтому еще раз, еще раз, говоря, это, да, халва, халва, халва во рту слаще не станет. Элементарно, да, человек паразитирует, паразитирует, что мы все голубятники должны быть дружны, мирные, там, это, да, то есть он сам паразитирует на это. И этот же человек берет, отрывает из контекста несколько секунд, где я оговорился, снимает ролик, выкладывает, то есть провоцирует всех. Он говорит, давайте жить дружно. Ну, разве так бывает дружба? Разве верить можно таким людям? я думаю, дорогие мои. Я думаю, нет. Ладно, если что-то это, да, там, да, ну, одно то, что там высказал, говорит, Гагик меня не признает. Зато он признал, что Гагик для него величина. Понимаете? Понимаете, глупые люди очень часто допускают ошибки. Умные люди обычно улыбаются и уходят, проходят, да, там, не обращают на это внимания. То есть, ну, один из этих, да, провеличена. Поэтому, дорогие мои, еще раз, держите каждый то, что вам по душе. Понимаете? То, что вам по душе. То, что вам нравится. Не то, что вам выгодно, а то, что вам нравится. Вот это настоящее голубеводство. Берегите ценности свои. Берегите. Конечно, со временем все, 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 все меняется. Конечно. Ну, элементарно приведу такой небольшой пример. Допустим, мой дед, он был сыном кулака. И когда у другого кулака, то есть, ну, у бабушкина отца родилась бабушка, они койки скрестили. Раньше было такое, да, то есть, они женились не по любви, а родители их женили. это было буквально сто лет тому назад. Это было буквально сто лет тому назад, дорогие мои. Вот теперь посмотрите, кто из вас может также женить своих детей? Никто, наверное. теперь, мой отец, первый раз, когда он женился, на следующий день он развелся. Развелся почему? Потому что, ну, девочка, на которой он женился, она была не девственницей. Но у этой девочки была медицинская справка, что она упала с дерева, ну, и потеряла девственность. это была одна единственная сестра среди семерых братьев в одной деревне. То там чуть ли не до убийства дошло, когда отец на следующую сне развелся. Братья приехали, ты как? Весь, весь, все деревня эта девчонка знает, ты как позоришь? Ну, ответ, отец мой ответил, да, я не знаю, кто что знает. я женился, она была не девочкой, я развелся. Были такие понятия. Я женился точно так же, да, мое поколение. Если девочка была, там, на куртах женился, она была не девочкой, на ты, души, день, собирали соседи, проверяли просто, понимаете. Но это было позоривше. Дорогие мои, я женился 33 года тому назад, 34 года тому назад. Прошло нет ничего. Сейчас есть вот эти понятия. Сейчас, когда девочка замужем уходит, на следующее утро приходит, проверяет просто, она девочка или не девочка. То есть все это меняется. Все. Ну, вот как бы вот так, она вот правда, да. Теперь можно сказать, что раньше не это, да, не женили поэтому, да, там, без их не вы. Конечно женили. Было это, было. Была это традиция, была традиция. Поэтому давайте ценить то, что для нас цельнее. Сейчас поставлю на паузу, приспанируется, мы мероприем, рубим, покажем. Вот. Эту дурочку успела спускаться молодец. И вот если кто-то сомневается, в моем сказанном, вы можете среди ваших знакомых, старых грудятников, потому что мы самый молодой, наверное, уже мой ровесник из них спрашивают, а вот вы когда жили в Баку, каких голубей вы держали? А вот когда вам пришлось уехать с Баку, что стало с этой птицей? Куда они делись, эти голуби? И люди вам все расскажут, дорогие мои. Люди все расскажут. И это будет правда, а не политика. Понимаете? Это будет настоящая правда. Вы услышите от первых жильниц. Спросите у того же Миши, если да, из Украины. У того же Авака вы можете спрашивать. Они вам расскажут то же самое. Понимаете? То же самое, что я вам рассказал. Понимаете? Почему люди вот так говорят? Ну вот человек написал. Здесь же в комментариях он написал. Покинцы это отдельная нация. Ну вы увидели, человек пишет русский по национальности. Он что отказывается от своей нации? Нет. Он говорит, что он не русский? Нет. Это любовь была к родине. Понимаете? Это было их вот как для моего сына Волгограда это родина. Он армянинен. он родился в Волгограде. И он не может не любить Волгоград. Понимаете? Он не может. Я могу не любить. Потому что моя родина, где я родился, это горит. даже даже не Армения, а горит. Мой город, где я родился, это горит. Вот все, что там есть, и вода, и воздух, и детство мое, все, все, и школьные друзья, и детские друзья, все, все у меня осталось там. Это вот мое, понимаете? Точно так же у каждого из вас. Если русские, которые жили в Средней Азии, приехали сюда, допустим, на родину, в Россию, но по сей день они тоскуют. И они себя в России себя не чувствуют, как рыба в Азии. Они приехали на родину, понимаете? Приехали на родину, но они себя чувствуют не своей тарелки. Почему? Потому что они выросли по-другому. Вот после это, да, там, после Второй мировой войны, из-за границы очень многие репатриация была армян в Армении. Очень многие армяне с ностальгией вернулись из США, из Франции, из разных стран капиталистических вернулись в Советский Союз, в Советскую Армению. Ностальгия на родину. Понимаете, дорогие мои, их не называли армянями, их называли Ахпарами. Ну, у них это, да, там, допустим, на армянском врат, это Вехпай. А на восточной армянской, да, на западной армянском Ахпар. В общем, и вот так их и называли, да, делали разделение. Для чего это было сделано, дорогие мои? Чтобы Советский Союз дольше жил. Понимаете? Чтобы дольше жил. Для всего этого было. Для сдерживания империи. Потому что, еще раз, любая империя, любая империя имела только один разделяй и власть. И то же самое, там, это, да, то же самое азербайджанцы. Ну, помните, 26 бакинских комиссаров, то другое. Те же самые бойные были и там, это, только тогда они не назывались не эти, не азербайджанцами, а кавказскими татарами их называли. Было между армян и между кавказскими татарами. Понимаете? И вот когда ходили к царю армяне, да, говорит, татара охренели. Дали армянам оружие, чтобы наказать татарам, кавказских татарам. Потом те, когда пришли к царю жаловаться, в общем, царь тем давал. Тем самым он и армян, и кавказских татарах, нынешних азербайджанцев, царь держал на коротком палатке. Дорогие мои, ну, сейчас 21 век, понимаете? Царской России уже 100 лет нету, Советского Союза нету. Понимаете, пора мыслить, пора мыслить, свободно, свободно, понимаете? Не надо жить в средних веках. Вот как я объяснил про дедушку мою, про отца и про современные. Все это меняется. Вот сейчас, допустим, элементарно, да, там многие народы по сей день там носят национальную одежду. Я помню еще бабушек наших, которые тоже носили вот это, да, армянские вот там с монетами, золотыми, серебряными монетами были вот такие, да, там, головные уборы надевали, черная одежда вот такую, да, там, у них уже не осталось, такие серебряные или золотые пояса были, они одно время моду пошли среди молодожих, канар называлось, в общем, но их уже не осталось. То же самое через сто лет, через двести лет, через триста лет, да, там, это все исчезнет, наверное. Хорошо или это плохо, не знаю. Вот честно, не знаю. Хорошо или плохо. Если вот элементарно думаем, да, там, допустим, я женился как, в моих понятиях, моя девочка должна быть не целована, ни с кем не встречена, это, да, там, ну, 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 а скажем так, а девочка, которая, допустим, ну, полюбила парня, парень использовался и бросил эту девочку, ну, у нее, что там, жизнь уже конец. Опять же говорю, я не знаю, что из этого правда, правда, что должна кончаться, можно сказать, нехрен было там лезть под него, в общем, у нее же была голова, можно сказать, что, ну, человек любила, то есть, оправдание и так, и так, да, что правильно, я не знаю, вот, честно, не знаю, но знаю, что время все ставит на свои места, понимаете, вот было первобытное общество, но его же нету, там стало, это, да, это, рабовладический строй, а его опять нету, феодальный строй, опять нету, капиталистический строй, сейчас вот идет все к демократии, хорошо ли это демократия, или нет, не знаю, не знаю, с одной стороны, очень хорошо, когда человек свободен, очень, с другой стороны, конечно, плохо, понимаете, все хорошо не бывает, поэтому, хорошо, когда голуби летают, кш, давайте, идите, мир, мир, голубям небо, давайте в небо, на, на, ветер, неплохой сегодня, конечно, после такого перепада, после, тогда, они не хотят летать, они не хотят, наружу летали, а сейчас, практически, нет ничего, они не хотят летать, они не хотят, вот как так пойдет, минус 25, минус 30, летают, а плюс не летают, так тоже бывает, дорогие мои, ну а ты чувствовал, да, тоже иди, нечего сидеть, иди, может, Яшка придет, поздороваешься с ним, поздороваешься с ним, неохотно идут, неохотно идут, ну то, что туман, конкретный, дорогие мои, просто молоко, это понятно, ветер тоже хороший, я просто встал сюда, чтобы ветер на меня, не дуло, да, 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 видите, снега сколько, где нисколько, дай где голуби, или нет, дай где голуби, мы шли ту сторону, мы шли туда, сейчас поставим, сканируется, чтобы ролик не пропал, ну, что-то долго сканировался, вон и голуби собрались, вверх не идут, не хотят, видите, низом летают, они же никогда так не летали, да, а сейчас вот низом пошли, вот хоть раз видели, что так низко моя птица летала, я редко припоминаю, ну, видите, сегодня она так летит, почему, они сами же все знают, как летать, или где они летают, сейчас еще чуть-чуть выгоним, что-то жизнь, что-то будет, что-то нет, ты не смогу, меня будут, или как-то купить, я долго взял, вам надо было, я вам хочу, какие-то купить, это куплены хотят видео тебя дорогие когда ему летать зачем им летать потом опять сами соскочить и так тоже бывает поднял а он не но будет все равно в любом случае некоторые всех покажет не без этого да все такое воробьи полетели по ходу ящика сейчас будет будет не будет не знаю они могут вверх не пойти за ящики так что дорогие сидите истину ложь порождает ложь правда она порождает правду вот элементарно когда человек играет правду ему даже если скажет поклядь поклянись проблем поклянется а когда он обманывает ну как вы думаете цена какая когда он поклянет нет голода небо